А вот в Похрестнево, несмотря на холод, оттепель. Разморожен долгожданный и проблемный объект. Новогодние мечты осуществились еще для 28 семей. Им вручили ключи от новых квартир. Микрорайон Южный начали строить давно, но стройку приостановили в связи с нерентабельностью. По иронии судьбы, целая улица оттаяла в декабре. Морозным утром радость с новоселами разделили и наши корреспонденты. Квартиры бюджетникам, переселенцам из ветхого жилья и многодетным вручают безвозмездно, то есть даром. Микрорайон Южный удачно попал в программу поддержки малоэтажного жилищного строительства. Вместе с правительством Самарской области, министерством строительства, мы смогли попасть в данную федеральную программу и получить средства на строительство объектов социальной сферы. По этой программе мы приступили к строительству детского сада на 240 мест. До сентября 2013 обещают сдать детский сад. Еще межквартальные дороги сделать почти на 35 миллионов. Южный, задуманный 5 лет назад, как проект коммерческий, таковым не стал. Для похвестнего цена за жилье оказалась высокой. Нуждающихся же хотя бы в каком-нибудь, но в своем доме всегда было много. Более 10 лет. Очень долго стояла в очереди и наконец-то мое заявление было рассмотрено и решено положительно. Очень довольна. Комнаты светлые, просторные, свободные, теплые. Нескольким семьям повезло обзавестись собственным домом чуть раньше. Фадеевы, в их семье шестеро детей, начали обживать коттедж в 98 квадратов еще весной. Достраивать мы пока в доме тут ничего не достраивали, но мебель мы покупали по размерам комнат. Мы покупали, в общем-то уже новенькое строили, вот уже на улице строили, занимались огородом, завозили землю, щебенку. Всего в Южном будет 66 домов. Квартиру по-прежнему можно не только получить, но и купить. Стоимость квадратного метра среднерыночная, около 30 тысяч рублей. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии, Похвестнево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова